Я не знаю, что сегодня происходит и смогу ли я снять это видео вообще? Что за бред какой-то? Дорогие друзья, всем большой привет! Я рада видеть вас на своем канале. Если вы у меня сегодня новенький, или вы просто как-то на просторах ютюба, вам это видео как-то вылезло, извините за выражение, то меня зовут Оля, я живу в Израиле, и на этом канале я делюсь всем, всем, что мне нравится, всякие разные женские штучки, примерки. И сегодня, как вы уже успели догадаться, из названия видео у меня, что-то какая-то кривая, что-то сегодня все криво, господи, не знаю, будем работать с тем, что есть. Я решила поменять свой ракус, и ракус, ракус, ракус я еще не собираюсь сменять. Господи, мне нужна была эта стряска, потому что я не снимала уже, наверное, лет, не знаю, сколько, ну, короче, недели-две, наверное, точно не снимала. Ну, такое бывает, такое бывает. Если вы, может быть, увидели в описании моего канала, у меня написано, я в последнее время там себя поменяла, что видео выходит при поддержке музы. А именно, если есть муза, и если есть настроение, и если есть избыточная энергия, которой я могу и делюсь с вами просто от чистого сердца и от всей души, то тогда я снимаю видео. Итак, у меня, как я уже сказала, ну, кто замыслит, кто вообще, кто моя команда, кто моя семья, кто мои друзья, я вас очень-очень сильно люблю. И благодарю за поддержку, благодарю за комментарий. Если вам нравится такого рода видео, то, конечно же, подписывайтесь на канал, дабы стать членом нашего такого маленького, пока что, ну, в общем, неважно, сообщества. Но любимого и классного. Итак, я сегодня вырезалась, я вам покажу еще, как выглядит это платье. Короче, это одно из моих любимых платьев, и оно такое, знаете, оно такое грикстан, такой греческий стиль, и я вот так вот сегодня выгляжу. Кстати, вот эти вот сережечки, сережки, это сережки кос, которые я покупала очень-очень давно, в них единственная проблема, они тяжелые, и в них вот это вот напыление, вот на самой вот этой, я не знаю, как это называется, в общем, вот этой вот штучки, на этой дужке, оно, в общем, как-то ушло. Ну, неважно, там как бы железяка. Обычно я ношу золото, это, в общем-то, какие-то железячки, и я не особо их так, ну, не каждый день их ношу, в общем, я их нашла где-то в шкафу. Давайте же перейдем к теме видео. Как я уже обещала ранее и говорила, и даже себе в дневник записала, у меня есть несколько тем, на которые я бы хотела снимать, и все, конечно же, такой развлекательный, спокойный, вдохновляющий контент, который вдохновляет не только меня, но и вас тоже, в общем, и мы вот так вот у нас с вами такой вот тандем образовался, и мы просто какие-то позитивные энергии просто излучаем, когда мы вот у нас, когда у нас происходит с вами взаимодействие. Я до сих пор вижу, что мне как-то криво. Я сейчас хочу, я вообще-то хотела снять, сначала видео вообще начать, вот с обзора вот этих вот полок, наверное, 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 я сейчас это сделаю, и потом мы непосредственно перейдем к описанию, то есть непосредственно мы перейдем к делу. Итак, это моя полка, которой я мечтала, и я не знала об этом, что я о ней мечтаю. Мы сделали, кстати, вот, мы сделали переделку где-то полтора года назад, у меня, кстати, есть видео об этом, то есть мы нашу эту спальню полностью переделали, у меня был вот здесь такой вот space между дверью и шкафом, и я сказала так, мне нужны здесь мои только полочки. Итак, здесь все мои духи, которые, у них происходит ротация, сейчас я вам еще кое-что покажу, это мои духи, это пояс, и это такое, кстати, почему я сейчас сегодня не надела, это пояс, и это у меня такая вот буква О, которую я купила в Валентину, а цепочка, цепочка это золотая, мы ее купили как-то в Алайте, тоже очень классный бренд. Это мои, ну, эти, по-моему, у меня вообще постоянно здесь, это у меня Tom Ford, это у меня Chanel, это у меня зеркало, часы, это мои любимые помадки, которые, во-первых, они эстетически красивые, во-вторых, я ими пользуюсь, это всякие разные там, то, что мы с мужем надеваем, кольца наши, сережки, это духи, которые мне надо добить, если честно, я вам скажу, ну, я не фанат Джо Малон, вы уже все знаете, может, ну, кто следит за мной, я не фанат абсолютно Джо Малон, эти я, два этих малыша я получила в дар от своей подружки, я ими пользуюсь, знаете, я дома ими пользуюсь, просто вот когда туда-сюда хожу, убираю, я ими пользуюсь, я люблю ими пользоваться, вот этот вот очень классный аромат, который я бы хотела, это YSL, это Jumpsuit, я не знаю, или видно хорошо, ну, я когда покупала вот эту вот помадку, то мне просто дали в подарок вот этот вот пробничек, и он очень классно так открывается, видите, очень прикольный вот такой вот, мне очень нравится вот эта вот тема, там где-то такие вот пять дырочек таких просто, и, значит, сейчас мы про все эти ароматы с вами поговорим, это мой аромат, один из любимейших, может быть, я его когда-то буду повторять даже, Hermes, ну, мы с вами поговорим, я просто так вот, мне очень нравится что-то, мама, дочка, мама, дочка или сыночек, и здесь, это может быть очень pathetic, это может быть очень, ну, так странно и, может быть, по-детскому, это просто пакетик от помады YSL, и у меня там лежат просто вот такие вот сережечки, которые либо же просто из какого-то металла, либо же вот эти вот кафты, которые надеваешь вот сюда, если вот сюда, да, вот так, я иногда, ну, давайте даже наденем, о, класс, хотя у меня сегодня такой причесун, и это, видите, пыль, пыль здесь появляется, ну, буквально на следующий день, и после того, или даже в тот же день, после того, как я здесь это все приберу, этот пылесбурник, вот, и такой каф на ушко, и так, здесь у меня, как вы уже успели заметить, у меня по парам, большинство стоит, если у меня есть пары, то здесь у меня есть два твили, и здесь мне ребенок, мой старший, подарил мне на день рождения такой вот браслет, он очень-очень красивый, я люблю вот это вот все сочетание, звезды, я такая, блин, красивая коробочка, будет стоять здесь, у меня есть еще один браслет, и сережки тоже от Сваровской, немного, ну, я не особый фанат Сваровской, ну, просто вот, очень красиво. Так, это у меня брошь, кстати, от израильского бренда Пара Рук, это мне Анечка подарила, когда мы с ней встречались здесь в Хайфе, это, вы уже видели, кто со мной, вы уже видели, я сложила свои рабочие очки, и это красота, это рабочие очки, это просто стекло, и это защита от, ну, в общем, от экрана компьютера, ну, там, это... Так, вот это еще пару духов, и это еще у меня пару духов, я все духи храню в коробках, потому что у меня здесь солнце попадает утром, поэтому я храню в коробках, это мои тухли, и это, почему я хотела, почему я спустилась прям, так, это мне надо тоже как-то уже начать юзать, это мои очки, это классные такие коробки от Май Тереза, и здесь, наверное, кто смотрит, кто парфюмоньяк, кто парфюмер, в общем, здесь у меня все остальные мои духи хранятся, и, наверное, вот так вот делать не стоит, то есть я вот так вот сложила этого к сэрджофа, сегодня мы об этих духах не будем с вами говорить, но я его сложила, и он у меня лежит, и мне кажется, это не есть... Блин, все, капец, чуть прям в эфире не разбила, к сэрджофа, наверное, мне его надо куда-то, ну, такой вот большая, вот эта вот бадья, мне надо его куда-то определить, короче, он не закрывается сейчас, ну, в общем, я просто хотела вам показать, что у меня вот эта вот ротация, она у меня происходит, но она не особо сильно происходит, так, давайте вернемся в нормальное как-то приветствие, и начало мне же заняло очень сильно много минут, но обычно это я так соскучиваюсь, кстати, на мне практически нет, ну, в общем, я тональникам не пользуюсь, я чуть-чуть как-то слишком покрасила брать, я вам еще сделаю, наверное, сниму какой-то видос, как я делаю просто обыкновенный, такой обыкновенный-обыкновенный макияж, который действительно занимает мне 2 минуты. Итак, давайте начнем, кстати, высшая-высшая полка, это мои сумки, и о них я вам тоже обещала сделать видео, и мне самое интересное, в общем, я делаю все, что мне интересно, если это вам интересно, то, что мне интересно, значит, мы с вами, в общем, не зря мы здесь собрались. Итак, давайте же с верхней полки, я надеюсь, что у меня сегодня ничего, просто, я не знаю, я уже пожалела уже 5 раз, что я себе задумала вот такую вот сложную задачу, и я здесь вот так вот стоя, стоя, стою. Стоя, стоя, стою. Так, это Габриэль Шинель, мы пройдемся по всем моим духам, это духи, которые, ароматы, духи парфюма, whatever, неважно, как вы это называете, на самом деле, давайте будем упрощать нашу жизнь, наша жизнь так супер-супер-супер сложна, и как-то, знаете, день на день не приходится то-то, то все, то третье, то десятое, я за то, чтобы упрощать жизнь, то, что я говорю тоже своей дочке, говорю, дочке, давай, ну, в общем, как-то, ну, давай проще ко всему относиться, слушать, нюхать ароматы, чувствовать запах, whatever, это действительно, на самом деле, вот это мое личное мнение субъективное, это вообще, вообще не важно, вы можете мне закидать какими-то парфюмами, если я настоящий парфюм маньяк, но мне кажется, это вообще не имеет значения. Итак, Габриэль Шинель, это один из моих самых-самых-самых любимых ароматов, и вы видите, что его мало, я, кстати, все свои ароматы люблю, я все свои ароматы люблю, я ими пользуюсь, ими или ними, ими, я пользуюсь ароматами, но есть такие, которые я вот прям вот могла бы допользовать до дыр, как говорится, и как бы до пустой банки дойти, но вот к этому аромату у меня тянется рука, когда вот просто это какой-то вечер, какой-то супер-супер-супер потрясающий какой-то, когда мне хочется вот прям на все сто быть, и этот аромат добавляет мне на самом деле, если честно вам сказать, легкости. Я, кстати, здесь буду ставить картинки из фрагрантики, и если вам интересно, то мой кабинет внизу на фрагрантике, то есть в описании, находится, можно просто закликнуть на ссылку и увидеть мой кабинет на фрагрантике, это такой портал любителей ароматов, парфюмов, он есть абсолютно, мне кажется, на всех языках, и вот эту вот идею я увидела у Ксюши, у Ксении Нагар. Ксения, она настоящий парфюманьяк, парфлюбитель, парфпрофессионал, не то что я, но я с ней познакомилась на просторах Ютуба, и она вообще живет в Израиле, в общем, это мой, 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 мой человек по всем параметрам, поэтому я оставлю канал Ксении внизу, обязательно переходите по ссылке, обязательно смотрите и подписывайтесь на канал Ксении, потому что она, так как она рассказывает и описывает ароматы, ну, одни и, ну, вот, как по мне, очень-очень вкусно, очень классно передает вот все вот эти вот ощущения, потому что у меня иногда какое-то появляется либо косноязычие, либо какая-то нехватка слов, нехватка чего-то там, ну, в общем, я могу описать все свои ароматы как супер-супер классные, вкусные и потрясающие, вот, на самом деле, так что можете уже выключать видео, все мои ароматы классные. Ладно, я шучу, не выключайте, никуда не выключайтесь. Я здесь, опять же, еще раз повторюсь, я здесь буду оставлять картинку этих нот, потому что у меня, ну, честно вам сказать, ну, не всегда, вот каждый нос, да, и каждый, каждый аромат на каждом открывается абсолютно по-разному, и абсолютно разное, вот это вот послевкусие, после вот это вот, после, после носия, вот это вот, когда вы поносили аромат, и потом одежда пахнет, это просто, вот у меня есть один такой аромат, после которого вот так вот действительно, несколько таких ароматов, после которых просто, ты просто, я, Обычно я стираю вещи сразу же после носки, ну если это какие-то платья, которые не надо прям стирать, я просто надеваю это, класс. В общем, это Габриэль Шанель, и это очень-очень классный аромат, он такой цитрусово-вечерний какой-то, он цитрусово-вечерний, и он настолько какой-то, вот не побоюсь этого слова, богатый, но он богатый, знаете, такой вот как сейчас вот этот вот old money, да, вот этот вот тренд, да. Старых, старых, добрых, больших денег, да, и это вот именно тот аромат, который мне представляется, вот именно Габриэль Шанель, я обязательно буду повторять, естественно, когда он у меня закончится. Итак, это Coco Chanel, Coco Noir, это действительно два аромата, которые у меня есть от Chanel, по-моему, да, по-моему, да, не по-моему, а точно, что-то я, в общем, у меня здесь стул, и я очень боюсь, чтобы что-то у меня сейчас грохнулось на пол. Ну, потому что, во-первых, жалко, мне жалко пол, потому что у меня плитка, и она, вот у меня один уже, один раз духи какие-то упали, и у меня, короче, побилась эта плитка. Я вот сейчас вынимала, и у меня вот эта вот наклейка, вот так вот. Эти духи были подарены мне мужем очень много лет назад, даже не побоюсь этого слова, это может быть даже лет 9 назад, он мне просто взял такой вот подарок. И я не хотела эти духи, я не хотела этот аромат, на самом деле, но я в последнее время, вот зимой, он мне очень нравится, он очень такой громкий, он очень взрослый, ну, как по мне, да. Может быть, я еще не доросла до этого аромата, но я уже как-то дорастаю в последнее время, я дорастаю, потому что как-то недавно в одном из прошлых видео я рассказывала об этом аромате, я говорила, что я вот, в принципе, уже больше у меня рука к нему тянется, но он очень-очень зимний аромат. Я живу в Израиле, у нас зимы не такие вот холодные, да, и лето, вернее, и осень, и весна тоже абсолютно не холодные времена года. У нас, собственно, жара, ну, по крайней мере, с апреля по ноябрь, это очень аромат зимний. Вот я вот, знаете, я его вот вдыхаю, и я вижу елку, почему-то я не знаю, у меня какая-то ассоциация с Новым годом, я вижу елку. Во-первых, вот этот флакон, который я вот уже испортила, он потрясающий, и, наверное, я буду так, да, ставить назад, кто-то хотел на Еврике с вами поговорить, во время того, что я описываю этот аромат, наверное, буду ставить это назад, дабы не делать этот бардак, потому что после видео у меня всегда постоянно какие-то такие бардаки. Вот это, кстати, если бы я взяла вот так, он бы, да. Это Lost Cherry от Tom Ford, и я обожаю этот аромат. Я, кстати, слушала, есть у этого аромата еще две, ну это не реплики, это какие-то ответвления, я не знаю, не знаю, настоящие парфюмеры. Пожалуйста, поправьте мне, как это называется, когда есть какой-то аромат базовый, да, и от него уже идут ответвления, как у меня вот здесь вот есть твили тоже, есть разные. То есть как это называется, пожалуйста, напишите мне в комментариях, чтобы я немножечко, чтобы я понимала и чтобы я знала как-то правильно озвучивать. Итак, это аромат от Tom Ford Lost Cherry, и есть два, по-моему, еще как бы продолжение этого аромата, Smoked Cherry что-то и еще что-то. Я их нюхала в Duty Free буквально недавно, в апреле мы летали, и прикольные они, очень прикольные. Вот у Тома Форда, конечно, все ароматы, они не простые, они каждый аромат, он очень-очень классный. У меня есть несколько хотелок, буквально она мне там начала брызгать какими-то новыми ароматами. Я так, мы купили, мы, кстати, ребенку приобрели там аромат, которым он мечтал, и мы взяли и ушли. Мужа моего там, муж такой, выходит на цену, конечно. Ну, это был подарок на его освобождение из армии, поэтому я такая, так, берем и все, бай. Итак, это потрясающий аромат, который я всегда говорю, когда я его описываю. Я его надеваю на свидание, этот аромат, да, я как Мерлин Монро надеваю аромат. В чем вы спите? Спросили как-то о Мерлин Монро, и она сказала, что я надеваю на себя только Шанель номер 5, если я не ошибаюсь, по-моему, да, она это сказала, просто Шанель номер 5, и вот так вот она и спит. Только в аромате, вот, я люблю этот аромат точно, как, ну, почти, почти, как Мерлин Монро надевать, когда мы вечером сидим с мужем, там, общаемся, вот, я люблю его надевать. Я не знаю, сколько мне этого осталось, может быть, вот так, то есть я его вот так вот на каждый день, я его не юзаю, это такой аромат, который я, в принципе, я холю и лею, и мне, во-первых, мне нравятся эти бутылки, я не знаю, может быть, если они у меня закончатся, я буду их хранить, но хотя вряд ли, вот, и он очень-очень классный, он абсолютно, вот, как заявлено, парфюмером Тома Фордом, не знаю, вряд ли он парфюмер, но, в общем, как заявлено, это черешенка, очень-очень вкусная, очень такая, знаете, с этими, со взбитыми сливками, вот такая вот черешня, и еще от Тома Форд у меня здесь стоит, вот те, которыми я сейчас пользуюсь, это Eau de Soleil Blanc, и это абсолютно-абсолютный летний аромат, ну, он у меня почему-то стоит постоянно, но, наверное, баночка просто красивая, поэтому он и стоит, это абсолютно летний аромат, видите, вот здесь, вот он, вот столько, и он такой просто, боже мой, он обалденный, он настолько какой-то цветочно-цитрусово, ну, вот это цитрус, и это цветы, и это какой-то, я вижу всегда, когда я его описываю, я вижу вот эту вот французскую ривьеру, вот канны, шляпки, вот сейчас у нас Roland Garros, мы смотрим, мы любители тенниса, у меня муж вообще любитель фаспорта, неважно практически какого, ну, да, керлинг, неважно, что там показывают, мы практически всегда у нас в спорт, и сейчас Roland Garros, и я такая говорю Ярику, моего мужа зовут Ярик Ярослав, но я его никогда в жизни не называю Ярославом, какой он Ярослав, он Ярик, вот, и я говорю ему, боже мой, как бы я хотела сейчас сидеть вот в этой соломенной шляпке и смотреть на вот эти вот теннисные турниры, и просто, ну, не знаю, прикоснуться к прекрасному, и я бы точно бы, конечно же, с собой взяла бы этот аромат, потому что это Франция, это ривьера, это, хотя это происходит в Roland Garros, происходит в Париже, но это неважно, это вот такой вот у меня вайб, вот такие вот у меня ассоциации именно с этим ароматом, давайте дальше пойдем, это Chloe, это самый-самый-самый неоднозначный аромат в моей коллекции, почему? Потому что моя подруга Габи, я когда про него рассказала, она пошла в магазин и говорит, что это, в общем, она этого понюхала и говорит, что это, ну, то есть это был такой, ну, не очень такой, как бы вопрос в плане, что это за классный, какой-то прекрасный аромат, за что это за трэш, ну, в таком плане, вот, это очень-очень интересный аромат, во-первых, я его, ну, я его юзаю, вы можете увидеть, и вот эта вот маленькая, маленькая такая вот доченька его тоже здесь стоит, я ее беру с собой в поездке, если я куда-то еду, то есть, ну, куда-то там в офис или куда-то, я знаю, что я целый день буду где-то там, где-то там гулять, то я наношу на себя, вы видели, как-то, если вы следите за моими видео, то да, я, я, как говорит Ксения, многопшичница, что-то в этом роде, я люблю, да, я люблю вот так вот, 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 так, конечно же, не Ксарджов, не Ксарджов, Ксарджов, ну, это так, три пшика, но такие вот, которые у меня, в принципе, у меня большинство моих ароматов, они легкие, да, вот они легкие, и я их, в принципе, большинство их, я их на себе, кстати, не слышу. Итак, это Клой, это Rose Natural Intense, это один из их таких, типа, зеленых ароматов, это один из последних ароматов, это 100% натуральный какой-то там, значит, аромат, и он rechargeable, refill, то есть, можно заполнить, то есть, они тут пошли по теме, по теме, по теме экологической, да, то есть, можно сделать наполнение, как-то не знаю как, ну, в общем, можно, наверное, можно сделать, в общем, это все, типа, органическое, все рефильное, в общем, я здесь уже, наверное, уже давным-давно поставила здесь вот эту вот, вот эту вот картинку, что за ноты здесь, но здесь действительно роза, я розу особо так не люблю, но здесь она мне раскрывается, я даже не знаю, как это описать, потому что она мне раскрывает, потому что она мне раскрывает каким-то вот чистотой, вы знаете, вот когда вот дом чистый, когда вот все, все вымыли, все вот это вот хлоркой помыли, вот все, 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 все перемыли, полы чистые, все чистое, все сверкает, нет пылинки, в общем, нет соринки, И вот так вот мне этот аромат, он абсолютной чистоты. А вот после, не знаю, как сказать, когда на себя наносили, на какие-то кофты, толстовки, которые я не стираю каждый день. И я вот порой на себя нанесу это. И, кстати, волосы тоже, да, волосы тоже оставляют, ну, то есть на волосах тоже аромат остаётся. И я так, это такой кайф, он оставляет очень-очень классный. В общем, это действительно аромат свежести для меня. Очень мне нравится, конечно же, цвет. Это обалденный, я обожаю этот вот пыльный, какой-то пыльный, пыльный мятный цвет. Очень-очень красивый. И я люблю этот, и я люблю эти духи, я ими с удовольствием пользуюсь. И это Hermès, это Eau de Marveille Blue. Есть несколько таких, ну, вы знаете, это один из таких, знаете, знаковых ароматов от Hermès. И это синенький. Я, кстати, слушала и оранжевый, и белый. То есть они, да, такие больше, там есть один оранжевый, какой-то в апельсин уходит, и есть белый. Вот этот мне нравится больше всех. И я его называю море во флаконе. И это действительно так. И девочки, которые по моим рекомендациям, по моим рассказам здесь покупали... Надеюсь, так, я микрофон там не дёргаю, когда я вот себе волос свои поправляю. Это море во флаконе, кто скучает по морю, за морем, это очень-очень классно. Я его очень люблю летом пользоваться, хотя море у меня здесь напротив, дома, в буквальном смысле. Но он очень-очень классный, он такой, знаете, он нежный, он очень нежный аромат. Он вот так вот тебя обнимает и говорит, вот море, оно всё на тебе. Вот так вот, мне почему-то кажется, вот так вот этот аромат звучит, по крайней мере, в моём мире. Итак, давайте вот так вот пройдёмся. Это Герлен. У меня одна, кстати, Аква-Алегория. Аква-Алегории их есть очень-очень большое количество, очень большое просто, ну, просто до безобразия какой-то, какой-то этот ассортимент. Вот, и очень-очень много, конечно же, мне нравится из них. Это Тизура. Вот так вот она выглядит. Это зелёненький чаёк, если я не ошибаюсь, и это тоже свежесть. Ну, что-то здесь случилось с этой крышкой, что-то, что-то не очень хорошее случилось с этой крышкой. В общем, этим духом. Почему-то это всё зелёное, вот так вот, да, всё выглядит. Не знаю, почему, я надеюсь, что всё с ним нормально. Он очень классный, он очень свежий. И это, вот, можно даже созерцать это по цвету самой жидкости, он очень свежий, цитрусовый, цветочный. Ну, он такой, какой-то, может быть, даже там есть бергамот, не знаю. Ну, в общем, я не буду врать. Я все эти, ну, в общем, ноты здесь я уже вам заскринила, чтобы вы посмотрели, чтобы вы как-то ощутили этот, вот то, что я сейчас описываю. Ну, он очень-очень свежий аромат. И ещё один из свежих, это тоже у меня Hermès. И это их линейка, ну, это не их линейка, я не знаю, как называется на самом деле эта линейка, но у них есть несколько этих ароматов, да. Может быть, это аромат, это линейка Un Jardin, я не знаю. Но это Un Jardin или Jardin sur le Nil. В общем, что-то связано с Nilом. И, видите, вот здесь вот такие вот кувшиночки. Я просто ставлю на стул коробку, дабы не это. И вот так вот это выглядит. Я его тоже. Я его люблю. Это повторка. У меня очень редко происходят повторки. В плане том, что я покупаю ещё раз, приобретаю себе какой-то аромат, который у меня уже был. И у меня с ним просто ассоциации лета, летняя. Я его в первый раз, я получила его в подарок на день рождения. У меня день рождения в конце мая. Поэтому он у меня просто ассоциацией. Моё день рождения, когда-то там 150 лет назад. Он очень-очень классный. И он очень, ну, опять же, да, вы видите его ноты, свежесть. Он практически прозрачный. И он очень-очень классный. Может быть, я даже сейчас нанесу, потому что мне так хочется. Я вообще, кстати, когда я вот так вот брызгаю на себя всей души духами, я сразу же ухожу в другое место. И очень-очень даже так, возможно, сейчас я начну либо чихать, либо что-то в этом роде. Итак, давайте Туили. Это один, кстати, я недавно им брызгалась и такая, о боже, ты скоро закончишься. Это Эрмес и это Туили. Вот и то, что я имела в виду, когда я описывала Лос Черри от Том Форд, то я имела в виду, что вот этот вот аромат, он как бы оригинальный, как бы, да? Это Туили, вот этот вот знаменитый шарфик Туили. Эрмес, который обычно обворачивают сумки. Эрмес или Беркин, или Берк, Беркин, или Келли, или Беркин. Кстати, это одна из моих мечт тоже купить этот Туили. Я не знаю, зачем он мне нужен, но я его куплю когда-нибудь. Именно шарфик пока что. Он очень-очень классный. Это один из моих самых любимых ароматов моей, ну, это не коллекция, то есть я всем пользуюсь, но моего добра, вот этого добра парфюмерного. Это один из самых-самых крутых, интересных. У меня нет ничего, чтобы напоминало как-то отдаленно, что это такое, отдаленно вот этот вот аромат. Он какой-то сладко-цветочный, но он такой, вот видите, его практически уже нет. Он сладко-цветочный, и он какой-то мне, не знаю, какие-то, какие-то синабоны мне напоминает. Может, из-за этого мне так нравится. Он напоминает мне какие-то, какие-то плюшки с корицей. Я не знаю почему, но он очень вкусный. Да, и есть его брат, сестра, не знаю, кто он. Это Туили, тоже от Hermes, и это называется El Ginger, то есть это вода, имбирная вода. Вот так это выглядит, и это просто потрясающе, какой-то лимонный такой, да, лимонный. Ну, может быть, еще какие-то другие ассоциации. Вот это цвета с цветом этой жидкости, вот эти такие милые шляпки, я их просто обожаю. И это летний аромат, он, боже, какой он потрясающий. Сейчас я думаю, зачем я этим нилам, боже мой, он просто, он просто. Ну, я джинджера здесь, если честно вам сказать, я не слышу джинджера, я люблю джинджер. Кстати, я из тех людей, которые, вот суши, да, когда вы едите суши, и вам приносят вот маринованный имбирь, я прошу еще. Я обожаю этот маринованный имбирь, имбирь. Я его не слышу здесь, я слышу какую-то сладость. Вот такую, вы знаете, что-то напоминает конфету на палке, вот что-то лимонное такое, вот вкусненькое, ананас, лимончик, вот что-то такое. Вот я именно вот это и слышу. Какая-то вот такая вот конфеточка, очень-очень вкусная и такая ненавязчивая, не сильно сладкая и достаточно свеженькая такая, которая просто делает вам очень-очень-очень приятно. Так, у нас осталось две банки, я вам обещаю. Это Нарсисо. И это один тоже из моих самых любимых ароматов, потому что я очень сильно... Вот это вот баняк, он у меня упал на пол и он мне побил плитку. Очень-очень тяжелая эта банка. И это Нарсисо. Это единственное, что у меня есть от Нарсисо от Господи, от Родриго, Нарсисо Родригес Господи. И это La Pudrie, что-то в этом роде. Пудра. Это пудра во флаконе, я ее обожаю. Я обожаю этот парфюм. Это у меня зима, это у меня какие-то пухнастые, пухнястые какие-то свитера. Кстати, у меня был такой классный свитер, я его выкинула, потому что он начал дико кошлатиться. Я его просто не выдержали, мои нервы, я его выкинула. Он был такого же цвета, когда я даже делала картиночку с этим ароматом. И у меня, кстати, и свитер же в мусорке, и та, и гуаша. Я, кстати, не поленюсь, я найду вам эту фотографию, пост в Инстаграм. Я просто иногда люблю собирать такие вот эти картинки с вот этих инстаграммные, с 2015-х каких-то там годов, когда все делают такие вот коллажики, там каких-то духов, колечики и т.д. Да, у меня иногда бывает такое настроение, я просто красивые фоточки так нафоткала и поставила в Инстаграм. Вот, и он очень-очень классный. Боже, ну он зимний, он зимний, он зимний. Я не знаю, почему он здесь у меня стоит. Ну, наверное, я хотела, наверное, он стоит у меня, потому что мне нравится этот цвет в этой банке. Ну, он достаточно зимний. Может быть, даже он сейчас уйдет вот туда, куда-то. И давайте посмотрим, ну, я не знаю, скажите мне, как люди, у которых есть этот аромат, может быть, что вы на эту тему скажете? Он зимний или он какой, или он, я не знаю. Итак, последний аромат на сегодня, почему-то, который потерял свою крышку, то есть крышка была отдельно. Это Nomad от Chloe. Я Chloe люблю, и практически все ароматы, ну вот на самом деле я все ароматы люблю от Chloe. Всякие разные, разнообразные, они какие-то такие супер-супер женственные. Извините, у меня просто солнце уходит туда-сюда. И поэтому немножко у меня меняется освещение. И это Nomad, и это я, как я уже вам рассказывала, это настоящий вот такой вот аромат. Я уже это рассказывала, потому что вот рекламный ролик, если вы как-то натыкались на рекламный ролик именно вот этого аромата, то девушка там какая-то в богу стиле, с каких-то казацких вот этих вот полуботинчиках, в таком вот платьюшке, ну, как у меня, только в таком, типа, в таких пастельных таких тонах каких-то бежевых. И она в такой шляпе, она что-то у нее там, она на каком-то коне скачет. В общем, это, конечно, я все утрирую, это все очень смешно, но он очень-очень женственный, такой классный. Мне кажется, этот аромат без возраста может подойти и взрослым девушкам, женщинам, и молоденьким. Но это классный аромат, он очень женский. Вот у меня вот Клои, все ароматы Клои равно женщина. Итак, все, дорогие друзья мои, я рада, что вы дотерпели и добыли, и, в общем, были со мной на протяжении этого видео. Пишите, что вам, что вашей душе угодно, пишите. Рассказывайте, как у вас дела. И до встречи в следующем видео. Bye! А, да, ведь я еще и обещала показать, как выглядит, как выглядит это платье в полный рост. Оно вообще обалденно, оно ничего не весит, оно не сковывает ни одного моего движения. Это просто потрясающее платье, которое я обожаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!